Доброе утро! Один из этих людей сам творческий человек. Владимир Кузин. Мы приветствуем в нашей студии Владимира Кузина. Володя, рада тебя видеть. Кстати, недавно я раскрою секрет. Ты таки лет, наверное, пять назад, может даже четыре года назад. Володя сам был один из ведущих программы «Твое утро» и сегодня он в качестве гостя у нас. Володя, скажи, пожалуйста, вот все-таки Высоцкий в честь его юбилея на многих центральных каналах показывали фильмы о нем, конечно, песни, которые звучали из экранов телевизоров, да? Вот как в твою жизнь вошло творчество Высоцкого? Ну, Высоцкий в мою жизнь попал это благодаря моему отцу, который, я помню хорошо, первую песню, которую я услышал у Высоцкого песни, это «Кони привередливый», великая его песня, которая была написана в 72-м году. Я помню, отец взял гитару и сыграл, и после этого я уже не представлял ни Высоцкого без его творчества. Я уже начал читать его стихи, попросил отца, чтобы он меня учил играть на гитаре именно песни Высоцкого. Смотрел кино именно с Высоцким. Вот если говорить о его творчестве в театре, какая из ролей больше всего понравилась? Самая его великая роль – это, конечно, Гамлет. Это «быть или не быть», вот в чем вопрос, да? С Гамлета, можно сказать, Высоцкий и умер. Последнее его за неделю выступление в театре – это был именно спектакль «Гамлет». После этого он через неделю уже умер. А какая из его ролей ближе вам, вашему характеру? Ну, самая его большая роль, которая мне нравится, это, конечно, Жеглов. Вы знаете, в этом человеке Высоцкий собрал вот всю, наверное, краску вот этого советского чекиста, неподкупного, волевого, прямого. Даже люди верили, что именно такой чекист, именно капитан Жеглов существует на самом деле. Ему писались письма в Мур. А Высоцкий его сам именно создал. Высоцкий очень любил эту роль. Это была одна из предпоследних его ролей. В 79-м году они закончили съемки. А в 80-м году, в 79-м году последняя роль его была Дон Жуан по произведению Пушкина «Маленькие трагедии». И вот эти две такие роли большие, и Дон Жуан, и Жеглов, и Дон Жуан, вот как-то они в конце жизни вам совпали с тем, что вот он в этих ролях выразил себя. В Жеглове он выразил свою волю к жизни. А в Дон Жуане, наверное, все-таки он уже, все-таки он устал, наверное, уже немножко вот от этой жизни. И когда он принимает эту смерть от Командора. Володь, в прошлом году, наверное, Вы помните тоже, на экраны вышел фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». А вот как Вы оцениваете его творчество вообще в кино? Если говорить «А спасибо, что живой фильм»… Я просто подвел к этому. Да, но если говорить «Спасибо, что живой фильм»… Потому что этот фильм вызвал очень много критики со стороны современных режиссеров. Я согласен, каждое искусство нравится, но не нравится. Сколько людей, столько и мнений. В этом вопрос даже не должен возникать. А по мне фильм сам такой, как таковой, он мне не понравился. Потому что я не увидел самого Высоцкого. Я увидел грим. Искусственный. Искусственный грим, когда голова была больше тела. Мне так показалось, что очень много грима. И когда все повадки, все движения, я видел просто безрукого. Ну, все это движение, его взгляд, его немножко такая насмешка. Это все был безруком. Вы знаете, есть такие сертипы людей, которых нельзя… Копировать, да? Копировать нельзя ни в коем случае. И к этим именно людям относится и сам Владимир Высоцкий. Потому что мы все Высоцкого знаем хорошо по фильму. Мы все Высоцкого знаем хорошо по выступлениям. Он уже все-таки телевидение уже в то время было. И мы все знаем Высоцкого. И когда просто искусственно все это подводят, что вот это Высоцкий. Для меня, вот, например, да, когда шел фильм «Война» и маршала Жукова играл великий актер Михаил Ульянов. Я видел Ульянова, но я знал, что это Жуков. Потому что Ульянова, он его не копировал. Он жил Жукова. Его характером. И понятно, что это Ульянов, а я вижу, что это Жуков. А у Высоцкого сделали все Высоцким, Высоцким, Высоцким. Просто поиграли на бренде, да? Просто, да, просто поиграли на бренде, да. Нельзя, нельзя, нельзя ни в коем случае, да, в прямую показывать, там, актеры играют Высоцкого и в гриме прям Высоцкого. Это, ну, это неправда. Володь, а вообще что думаешь о киноролях Высоцкого? Ну, вы знаете, много ролей, конечно, Высоцкий не смог сыграть, потому что, вы знаете, его запрещали. Низее его гнали. Ну, все роли, которые он сыграл, все роли достойны. Когда произносится имя Владимир Высоцкий, вот с какой его песней Вы ассоциируетесь? Ну, самая, конечно, его большая песня, это «Кони привередливые», где он уже в 72-м году, можно сказать, уже подводил черту своей жизни, и что, ну, недолго ему придется жить на этом белом свете, и что ему надо работать, работать, не жалея сил. Вот я сейчас попробую исполнить. Браво. Один куплетик из этой песни, чтобы люди сами, кто не слышал, чтобы услышали. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, Я коней своих нагайкою стягаю, погоняю, что-то в воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую загибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Чуть-чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, Вы тугую не слушайте, вы тугую не слушайте, вы лезь. Но что за кони мне попались привередливые, И дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, И хоть немного еще постою на краю. Ну вот такая вот песня, где он уже, можно о нем сказать, что он чувствовал жизнь от а до я. Ну и, конечно, хотелось бы знать, какая из его песен самая любимая ваша? Я не могу определить, какая у меня самая любимая песня. У меня много любимых песен. И «Спасите наши души», которые это известная песня. И песня о Петровской Руси. Вы загляните в каждую строчку высотку, вы найдете то, что... Кузьма, Кузьма, чего ты там? Помрешь, глядеть, ходи как нам. Это уже такой... И шуточный... Я просто открыл сразу на попавшийся текст. Ну, если это сказать какая-то... Это песня парня, да, да. Вот. Пугачев, ну да. У Высоцкого много. У него и шуточный. Ну, в какую бы Вы в сферу деятельности, жизни человека не заглянули, Вы везде найдете песни Владимира Семеновича Высоцкого. Вот такой был разносторонний человек. Высоцкий умел слушать. Вы слушайте, вот Вы все-таки еще, я знаю, что давно работаете в театре. Вот не приходила идея у нас в городе сделать в театре, в октябинском, да, драматическом, какую-то постановку, посвященную Высоцкому. Я, может быть, своим вопросом поставил ступень, да? Нет, может, и приходило, но на данный момент пока нет. Вы знаете, я когда был в Екатеринбурге, я смотрел студенческий спектакль, который назывался «Голос», посвященный Владимиру Высоцкому. Я пока понял, что еще вот люди молодые, это был первый курс, но рановато. Чтобы Высоцкого ставить, надо досконально его развлечить. Ну, нужно жить, да? Нужно жить. Вот кто единственный, кто пока поставил Высоцкого, это пока Любимов. И тот спектакль был, конечно, снят, запрещен. Сейчас играется, не играется, не знаю, на Таганке. Вот, ну, первые, кто, конечно, так подошли, это Никита Высоцкий со своим фильмом «Спасибо, что живой». Но, тем не менее, Володь, он же не побоялся это сделать. Он это сделал, тоже были вложены немаленькие деньги в этот фильм. Соответственно, фильм собрал и немаленькие суммы после проката. Здесь по большей части сыграло имя, на котором делали деньги. Имя Высоцкого сыграло. Единственный момент, который мне понравился в этом фильме, это где снимался сам Никита Высоцкий, когда он выталкивает такси из грязи со своими сыновьями, женой. Вот в этом моменте я увидел настоящего живого Высоцкого. Его не показывали крупным планом. Его показывали со спины, его показывали сбоку. Но вы, какая-то была, какие-то флюиды, что ли, может, из экрана на тебя. Что вот это был настоящий Высоцкий. А не Высоцкий, который нам показали, который был наркоманом. Да, он был наркоманом. Да, он был в запое. Но не забывайте, что до конца своих дней, до последней своей жизни, он работал, он выступал, он писал. Он не был убитым человеком, как мы представляем, наркоман. Ну вот сейчас, Володя, я еще хотел бы последний вопрос задать в завершении нашей беседы. Сейчас молодежь практически не интересуется прошлым. Она не знает, кто такой Высоцкий. Я не объединяю всех сейчас. Я обращаюсь это прямо в прямом эфире и говорю. Она не знает, кто такой Высоцкий. Она не знает, кто такой даже Никита Михалков, известный режиссер. И многие другие известные люди, которые создавали историю. Историю театра, историю кино, историю музыки. Вот мнение твое. Почему? Почему они забывают? Почему они не знают? Ну, может, это будет звучать банально и смешно, но все-таки сейчас в нашу жизнь полностью уже вошел в Голливуд. Американское искусство. Все вот это, понимаете? Если сейчас сказать, посмотри, даже тут Жеглобу место встречи изменить нельзя, или посмотри Аватар, то, конечно, молодежь выберет Аватар, это им интереснее. Но это очень плохо, когда мы забываем свою историю, когда мы забываем великих людей, которые делали эту историю. И когда в школе отводится по два, по три часа, это только что... А иногда вообще не отводится. А иногда вообще, да, иногда что бегом просто. Вот был такой человек, и все. А ребятам это достаточно. Ну, был и был. Когда я посмотрел в Эврики, у вас хотя было... Когда ваш корреспондент ходил по улицам и спрашивал, кто-то показывал фотографию Пугачева и настоящую фотографию Высоцкого без грима. И когда молодежь сказала, что это, кажется, из нашей Раши, кто-то вот это... Для меня это было, конечно, смешно... Браво, браво. Сильно, сильно, Володя, это было сказано. Мне обидно, да. Не знаю. Если мы так хорошо знаем американских, голливудских актеров, почему мы не знаем своих? Это очень плохо, когда наша история забывается, наша культура просто отодвигается назад. Только пока еще живо мое поколение там, или там пока будет. А потом, я не знаю. Володь, ну, я думаю, что исполнилось. Что-нибудь повеселее? Повеселее песня такая называется... Шуточная песня. Она была написана в 67-м году. Называется «О, где был я вчера». Она мне очень нравится. Это такая, наверное, мужская. «О, где был я вчера, не пойму, хоть убей. Только помню, что стены с обоими. Помню, Клавка была, и подруга при ней. И что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, Что хозяйку ругал, всех хотел застращать. Будто песни орал, будто голым скакал. А отец говорил, у меня генерал. А потом рвал рубаху, убил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям, говорят, не давал продохнуть. Все донимал им плотными аккордами. Ну, там и дальше. Владимир Кузин у нас был сегодня в гостях. Нынешний режиссер «Русской труппы», активно-драматического театра «Ментаха Бактанова». Ярый поклонник и, конечно же, творчество Владимира Высоцкого. 25 января напомним, что он праздновал свой юбилей. К сожалению, таких людей мало, и их становится все меньше и меньше. Давайте будем помнить эту культуру. И в завершении нашей программы хотелось бы еще из песни Высоцкого зачитать следующие слова. Вот что жизнь прекрасна, товарищи. И она удивительна, и она коротка. Это самое-самое главное. Храните то, что у вас есть. Читайте больше. И иногда живите культурной жизнью. Пусть это будет автологией, но на этом мы с вами прощаемся. Айда Газиева. Дмитрий Шиш. Всего доброго. Увидимся в четверг в 7.30 на РИКО ТВ. Новые герои, новые сюжеты для вас, дорогие друзья. Сразу после нас смотрите выпуск от информационной программы и службы Таулик. До встречи в четверг в 7.30 на РИКО ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова